Восемнадцатой главе Матфея Иисус дал церкви указания о том, как исправлять. «Если же согрешит против тебя брат твой, подойди, обличи его между тобой и им одни. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь». Поэтому, если кто-то является лжеучителем, то мы должны предупреждать его согласно данному принципу, верно? Поговорить с ним наедине, а затем подойти с кем-то, а после объявить церкви, да? Нет. Это правило, как обличать брата и сестру во Христе, являющиеся частью одного собрания. Невозможно поставить кого-то перед церковью, которой он или вы не являетесь. Как Иисус обличал лжеучителей? Он ходил к фарисеям и обличал каждого наедине. Брал ли он еще с собой несколько учеников, прежде чем стать перед церковью? Нет. Он обличал лжеучителей в храме перед всеми. Он называл их змеями-лицемерами, сынами Гиены, присудящими еще больше сынов Гиены. И помните, что он делал это из любви, потому что вечная участь душ была на кону. Учителя должны были знать, что и души в опасности, и Иисус предупреждал людей избегать таковых. Пастор должен быть держащимся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен, и наставлять в здравом учении, и противящийся обличать. И иногда имена лжеучителей должны прозвучать прилюдно. Например, семь сынов Скевы, имени и Александр, Симон, Волх, Димас, Диотрев, Николаиты. Таковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома. Учать ему не должно из постыдной корости.